Сегодня спикер парламента Карачаева Черкесии, секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» Александр Иванов провел прием граждан в приемной председателя партии. Какие наболевшие вопросы озвучены гражданами и какие приняты решения? Смотрите подробности. Председателю народного собрания обратился тренер Руслан Каракотов с просьбой оказать содействие в организации поездки юношеской команды по боксу на летние спортивные игры в Казани. На ближайшей сессии парламента этот вопрос будет рассмотрен депутатами. Главный врач Республиканского перинатального центра сообщил о необходимости приобретения аппарата интенсивной терапии, который используется вместо переливания крови новорожденным. Его эффективность доказана ведущими клиниками страны. Мы ее называем «бочка», по форме она так похожа очень, которая позволяет проводить интенсивную фототерапию новорожденным, прежде всего в детской реанимации, недоношенную деткам, и справляться с этой патологией, во-первых, гораздо быстрее, и во-вторых, не применяя такие тяжелые инвазивные методы лечения, как операции заменного переливания крови. Поэтому очень надеемся на вашу помощь, на вашу поддержку. Спикер пообещал оказать содействие приобретения аппарата и дал соответствующее поручение руководителю приемной депутату парламента Марату Хубиеву. К Александру Иванову также обратились вынужденные переселенцы, жители Украины, с просьбой помочь решить бюрократические проволочки, связанные с предоставлением гражданства, без которого они ощущают определенные трудности с получением материальной и медицинской помощи. Мы 4 апреля написали заявление о том, чтобы нам выплатили единоразовое пособие в сумме 10 тысяч. Но вот уже почти три месяца, в июле месяц, мы его до сих пор не получили. От имени коллектива общества слепых обратился его руководитель с просьбой привести отдельные акты регионального законодательства в соответствии с федеральным в части предоставления инвалидам рабочих мест на предприятиях республики. Крупное предприятие, нет возможности создавать рабочие места инвалидов. Они заключают договор с общероссийской общественной организацией, ну с региональной, что мы создаем рабочие места. Они нам перечисляют фонд заработной платы и перечисляют налог. Всё остальное их не касается. Реабилитация, создание условий, создание рабочего места инвалида. Этим будем заниматься конкретно. Спикер парламента предложил обратиться в письменной форме и пообещал проработать этот вопрос. Ряд обращений, которые касались адресной помощи, были также решены положительно. Мурат Жанкиозов, Исламурумов, Вести, Карачаево, Черкесия.